Начинаем нашу пресс-конференцию. Наша пресс-конференция «Брифинг». Это организаторы воркшопа «Место силы». Тема их сегодняшнего обращения к нам – это решение вопросов стрессовой ситуации в посттравматический период. Правильно? Совершенно верно. Да, пожалуйста, просила вас. Выключайте телефон. Ну, традиционно Харьков сейчас стала у нас городом фестивалей. Мы проводим бизнес-фестивали, женские фестивали, творческие фестивали. И мы, как организаторы, приняли для себя решение необходимость провести в городе Харьков воркшоп «Место силы». Не только потому, что Харьков традиционно признан считаться местом силы, не только потому, что Харьков считается местом, центром, где у нас много духовных практик, у нас много психологических центров, школ различного направления. Не только потому, что Харьков, например, половину победителей битвов-экстрасенсов живут и работают в городе Харьков. Создавая тем самым в городе определенные энергетические посылы для того, чтобы Харьков стал территорией позитива, стал территорией экологии мыслей, экологии действия и поведения в жизни людей. К сожалению, сегодня Харьков из пригородного города, из города превратился в город прифронтовой. В 200 километрах от нас идет война. И как никогда накал страстей и напряжений в стране наиболее чувствуется сейчас прифронтовых городах. Харьков принял с дружескими объятиями, принял людей с временно оккупированных территорий. И именно этим людям, и самим харьковчанам нужно место и возможность где-нибудь хотя бы на 8 часов перестать думать о войне, перестать думать о политике, подумать о себе, о возможностях жить и работать в состоянии мира, гармонии и покоя. Именно для этого мы собрали специалистов различного уровня, которые бы дали людям реальную возможность, практику, совет. И если у нас завтра, в субботу, хотя бы один человек уйдет, решив свой вопрос, получив ответы на те вопросы, которые его выдораживают, или просто получит психологическую разгрузку, мы будем безмерно рады, потому что мы утверждаем жизнь. Мы, несмотря ни на что и вопреки всему, хотим, чтобы город Харьков оставался великим, большим, светлым городом, был городом силы и был тем позитивным моментом, который может объединить харьковчан, переселенцев. С этой целью и спонсорской помощью мы приглашаем участие в форуме, это жены и матери участников АВАТОР. Мы приглашаем переселенцев, мы приглашаем активных волонтеров, для того, чтобы те люди, которые находятся непосредственно в точке кипения, те люди, которые непосредственно находятся в местах, где очень большое напряжение, дать им возможность произвести какую-то психологическую разгрузку, получить методы новые, потому что к нам едут спикеры с разных городов Украины. Это люди, за которыми стоят школы, это люди, за которыми стоят большие и долгие года практики работы с людьми. И именно, возможно, даже практикующие психологи на этом мероприятии найдут для себя новые, какие-то практики, какие-то методы, которые они завтра смогут использовать волонтеры, которые эти же методы понесут для работы с ранеными в госпиталях, с переселенцами, с детьми, потому что они там работают. И это нужно и им, это нужно нам, потому что мы хотим снять то социальное напряжение, которое сейчас существует. И именно для этой цели мы собрали этот форум и будем его проводить. Спасибо. Алла. Хочу дополнить свою коллегу. Безусловно, вопрос социальной напряженности в нашем городе стоит крайне остро. И потому что, пожалуй, Харьков сам город, который принял самое большое количество переселенцев. И потому что, с другой стороны, вернее, с одной стороны у нас действительно в 200 километрах от нас идет война, с другой стороны у нас российская граница в 40 километрах, на которой тоже очень большое психологическое напряжение создается. И люди постоянно находятся, уже более года находятся в состоянии стресса. Это очень тяжелое моральное состояние у всех. У тех, кто приехал к нам из боевых зон, у тех, кто принимает этих людей, у тех, кто живет с ними рядом. Градус постоянно повышается. Масса людей, спасибо им огромное, работают с людьми все время. Психологи, волонтеры, которые стараются этот градус все время понижать, работают и с бойцами, а то и с переселенцами. С переселенцами местное наше население тоже сталкивается все время. И тоже хочу отдать должность мудрости людей, с которыми я сталкиваюсь очень часто, стараются не поднимать острые, слабодневные темы. Но все равно внутреннее напряжение у людей снимается очень тяжело. И мы собрали именно специалистов такого уровня, практики, методы, инструменты которых помогают именно вот это внутреннее напряжение снимать. То есть это действительно специалисты совершенно разных направлений. Есть традиционные психологи, работающие по самым разным методам. Есть менее традиционные методы. Есть нетрадиционная медицина, потому что поднимаются вопросы здоровья, в том числе здоровья физического, а не только психологического. Вопросы, поднимаемые на воркшопе, самые обычные, материальные, понятные каждому. То есть это здоровье, это здоровье души человека, это здоровье тела. То есть есть там мануальные специалисты, есть врачи нетрадиционной медицины, о которых я уже сказала. Это люди, которые занимаются... То есть вопросы гармонии отношений, что очень важно. Например, Саша Чумак, который перед этим выступал на конференции, он тоже у нас выступает, один из спикеров, дает очень интересный мастер-класс именно по налаживанию контактов. Это очень важно, особенно у людей с разным менталитетом, которые вот сейчас просто столкновения происходят на нашей территории. Очень важно научиться находить общий язык на простых в течение пяти минут. Пяти, шести, семи минут. Вот такой интересный мастер-класс. Это как один из мастер-классов, который у нас будет. И другие техники и практики тоже направлены на это. На то, чтобы человек внутренне получил средства, инструменты сам управлять своим внутренним состоянием, сам управлять своими действиями, даже, так громко говоря, своей судьбой в чем-то. Это можно, это можно сделать. Для этого у нас есть специалисты. И вот это все получается в один день в таком очень концентрированном виде. Мы специально сделали три параллели, полностью наполнили их с утра до вечера, чтобы человек, который к нам пришел, не был зажат в определенные рамки, а имел выбор. То есть для кого-то интереснее, актуальнее вопрос отношений, для кого-то вопрос денег у нас. И это тоже есть вопрос личного успеха в любой социальной сфере, для кого-то очень важен вопрос здоровья. То есть все эти вопросы для себя человек может выбрать по перечню, по нашей программе. Плюс есть еще целый ряд специалистов, которые проводят личные консультации. В течение всего дня будут работать психологи, будут работать нумерологи, астрологи. Люди могут обратиться к разным сферам и решить вопросы, потому что эти традиционные и нетрадиционные, но сакральные знания передавались из поколения в поколение. И люди, обратившись к специалистам, унесут и рекомендации, и советы. И что еще, вот как говорила Алла, мы хотим, чтобы это еще стало территорией обмена опытом. Потому что едут специалисты разного уровня, едут представители различных школ психологии, люди, которые помогают в разных сферах. И мы хотим дать базовую стартовую площадку для обмена опытом. Потому что каждый из нас специалист в своей уровне, и мы растем и обучаемся. Но если у нас есть какая-то консолидация, если мы в своей работе будем использовать методы других школ и направлений, мы тем самым расширяем не только свои возможности, мы даем возможности, придя к одному специалисту, больше получить с одной консультацией. И вот именно цель, чтобы эта территория стала территорией позитива, это стала территорией гармонии на 8 часов. И каждый ушедший из этого культурного центра после этого воркшопа унес с собой и стал тем факелом, возле которого будут... Потому что если внутри тебя светло, и людям, которые вокруг тебя, тоже будет светло. Это тоже цель этого форума. Для того, чтобы поддержать и сделать Харьков... Харьковым. Тем, каким он был, да? Таким, каким он был, таким он останется. Он никогда не будет вверх. А вопросы? Вопросы обязательно, пожалуйста. Чем Вы отличаетесь от других мероприятий, подобного рода? Ну, может быть, не подобного, но фестиваля, которые направлены на развитие, на, так скажем, аспекты такого вот психологического состояния, внутреннего состояния, в чем разница? Может быть, есть изюны, как и карти? Разница, конечно, есть. Иначе не было бы смысла делать то, что мы делаем. Действительно, фестивали у нас очень много, и это здорово. И фестиваль – это такой метод дегустации. Попробовать разные методы, разные практики, еще что-нибудь. Мы сделали упор на практику. То есть на практику прежде всего, и поэтому именно очень много практических, и мы подчеркиваем это, практических знаний, инструментов и методов, которые будут даваться нашими спикерами, мастерами на воркшопе. Воркшоп – это вообще такая форма взаимодействия людей, прежде всего практическая. То есть, да, это территория позитива, но это, прежде всего, работа. Это работа со своим внутренним состоянием. Мы ждем людей, которые готовы поработать внутренне над собой, и готовы прийти за чем-то новым, что может сделать их жизнь лучше, и их внутреннее состояние лучше. И именно там очень много практики. Практика связана с какими-то духовными практиками? То есть это медитация, йога, упражнения, общение? Что это будет? И выработает процесс, где-то диагонирование? Ну и диагностики, диагностика, компьютерная диагностика. Будет у нас специалист, который проводит компьютерную диагностику. Есть специалисты разных направлений. Я бы даже сказала, меньше экстрасенсов. Очень много психологических практик. Очень много действительно психологических разных направлений. То есть, нумерология, ведическая астрология, которые у нас там представлены, это все равно так или иначе тоже поучинговые психологические практики. Они работают так, эти методы. Плюс буквально люди, которые практикующие, например, специалисты юрведа, специалисты пронесокральной терапии То есть это просто работа с позвоночником, это работа руками То есть Владимир Гламалт, который у нас будет давать мастер-класс, это совершенно шикарный терапевт, который работает с позвоночником у людей С руками не работает? Надо у него узнать, может быть, что и работает Вообще все проблемы начинаются с позвоночника То есть вот практика прежде всего, и возвращаясь еще на секундочку к вопросу личных консультаций и личного взаимодействия Но всегда очень важно То есть семинар это одно, и даже если там идет взаимодействие между всеми участниками, что характерно для воркшопа формата Это одно, а личная консультация, подход тет-а-тет, коучинг То есть что такое коучинг? Личное То есть человек говорит, да, я все понимаю, хорошо, но вот у меня лично здесь болит, вот тут болит Скажите, что мне делать? У нас будут специалисты, которые конкретному человеку скажут, что ему делать вот с этим, тем, что у него болит Лично это очень важно Один клиент у вас есть Замечательно, с удовольствием Я думаю, что любого специалиста в течение 8 часов можно в куарах, в атриуме Я думаю, никто не откажется людям ответить и помочь И еще бы хотел обратить внимание, мы хотим его сделать городским Мы хотим его сделать цивильным, в хорошем кондиционированном помещении, с чашечкой кофе, чтобы человек мог расслабиться Как говорить кофе и аюрведом, что вы говорите? Ничего, кому-то кофе, а кому-то аюрведом, а кому-то астролог, а кому-то номеролог А кто-то пойдет просто психологу и скажет, ну расскажите, как мне себя полечить И он сядет с ним и скажет, как ему полечить Мы просто хотим Вопрос, связанный именно со словом городской, да, в названии фестива Ваш вопрос на мероприятие Не секрет, что в связи с тем, что происходит в стране В принципе, люди ограничили свои выезды по разным причинам И в силу ожидания того, что возможно придется эвакуироваться И в силу того, что как бы передвижение на определенной территории тоже затруднено Не с этим ли связан городской формат, что это действительно удобно сейчас для тех людей Которые не могут быть хотим по разным причинам И с этим тоже, потому что проезд по городу это совершенно не то, что ехать в другой город Или там за город, или еще куда-то И это очень удобно, мы специально подбирали центр, который находится рядом с метро Чтобы это было буквально там в пятидесяти минутах ходьбы И человек свободен, мы его не держим Пожалуйста, он захотел, пришел в любой момент Захотел, ушел в любой момент И он не думает о том, что я буду делать Как я буду выбираться отсюда в восемь часов вечера или в девять Какие тут ходят вообще маршрутки, какой транспорт, какое что Он свободен У него это чувство свободы, оно иногда не осознается Но оно на самом деле важно в таких городских мероприятиях И действительно городского вот такого мероприятия у нас не было И поэтому городской формат это важно для нас Еще раз, пожалуйста, звучите дату прохождения 6 июня 2015 года Еврейско-культурном центре Бейдан По адресу Тобольская, 46, мы будем проводить воркшоп духовных практик Место силы Мы приглашаем всех желающих, потому что мы хотим сделать это местом силы Местом силы Харькова, местом силы, местом позитива, местом духовного возрождения И возможно это станет той отправной точкой, которая поможет наконец вернуть мир Не только в этот город, но и в эту страну Не только же переселенцы будут, но любую очередь Абсолютно, мы приглашаем всех, тем более, что как раз модель трех параллелей Позволяет человеку одновременно Ну, пришел человек послушать про веды, но не нравится ему Пошел послушать про ведическую астрологию Или про то, как улучшить свои отношения Или как правильно работать с денежными потоками Это всегда дает возможность выбора А это самое главное Потому что свобода, она превыше всего И она всегда во все времена ценилась И человек, свобода выбора Где ему быть, с кем ему быть Кроме того, на территории будет работать выставка Где кроме консультантов у нас будет И журналы у нас будут И этнические украшения, например То есть человек может просто посидеть, отдохнуть И приобрести для себя что-нибудь нужное Лучше бесплатно для участия? Нет, не для всех Для льготной категории? Есть очень большая Поделите, это категория какие? Да, мы сделали очень широкую льготную категорию Бесплатный вход у нас для всех волонтеров Для участников АТО, для их родственников Для переселенцев, которые этого желают Кроме того, у нас бесплатный вход Мы поддержали фонд «Забота» Они предпредставители от них Ольга Лубяная, это проект «Зерковые коски» Был в Харькове в прошлом году Стартовал такой проект При поддержке фонда «Забота» Были знаменитые харьковчане И люди, которые подавали Харьковчане, просто подавали Участие в конкурсе С их помощью было написано Сборник сказок «Зерковые коски» И был найден благотворительный фонд Который оплатил издание это И были напечатаны первые 45 книг Которые были проданы И это ушло в Харьковский онкоцентр И после этого Это была прямая трансляция Снималась и потом нашли И еще поддержку нам Ее издали уже тысячным тиражом Это сейчас эта книга продается Во всех книжных магазинах Украины И 50% По-моему 50% От продажи идет В Харьковский онкоцентр Где закупается оборудование Закупается лекарство Вот они будут тоже в субботу На нашем мероприятии Они будут продавать Мы поддерживаем Оксану Трушек И ее нетрадиционных детей Аутистов Будут мамы Будет Ну от фонда забота Будет мама Располнка больных детей И как вот сказала уже Ала Мы приглашаем Жен Матерей Переселенцев Возможно Участников АТО Возможно Самим ребятам Будет интересно Прийти И переселенцев Кто считает Нужным и возможным Получить вот такую помощь И консультацию В этом месте И волонтеров Которые Свободны в этот день И будем рады видеть Ваша информация Находится Где? Где нужно Информацию Более подробную Или там Более детальную Есть группы В социальных сетях То есть достаточно просто Вконтакте И в фейсбуке Есть сайт Отдельный сайт проекта Есть Пожалуйста Можно набрать Поиски Ваших Вместо силы В любой социальной сети Информация есть То есть она доступна Со всеми выкладками Со всем Мне хотелось бы еще На секундочку Сделать такую ремарку У нас сейчас Вообще В обществе Слово Духовные практики Духовность Оно Прошу прощения За слово Несколько Настолько Подзатаскалось Что Значение его Нивелировалось Многие его пугаются Говорят Ой А что это у вас тут Вы же Вы хотите Все Кто затяжался Мне хочется сказать Что духовность Духовная практика Это не результат Это не процесс Это не клеймо На лбу человека Это процесс И это очень просто Есть такое Мое личное Жизненное кредо Она звучит так Вместо того Чтобы ругать темноту Зажги свечу Вот Духовность И духовная практика Это всего лишь Когда человек Расчищает Свой внутренний свет Свет есть в каждом из нас Мы все про это знаем И Духовность И духовная практика Это просто Когда человек Убирает из себя Из своего внутреннего поля Зависть Жадность Гнев Те негативные эмоции И состояние Которые мешают ему жить Вот и все Ничего страшного Ничего У нас есть специалисты Которые знают Как убрать И чем убрать И как запустить Туда Два Другого не бывает Поэтому Если у нас есть Специалисты Которые могут И научить Подсказать Человеку Потому что Очень важный Ключевой момент Нашего мероприятия Это не то Что мы Говорим человеку Вот у нас есть мастера Идите за ними Нет Ключевой момент Нашего Воркшопа Это Раскрытие Внутренних Ресурсов Человек Внутренних Чтобы он сам Мог Управлять собой Своим состоянием Знал Как себя успокоить Знал Как действовать В критических ситуациях В стрессовых ситуациях Убрать ситуацию В свои руки Не могли бы вы Перечислить Специалистов Которые с вами Сотрудничают Ну да Вы знаете Вы знаете Если вы прийти Рисунок И назвав имена И фамилии Я бы Я бы отдельную Пресс конференцию Просто про них Могла рассказывать Потому что Мы выбрали Действительно лучших Из известных нам Психологов Практиков И так далее То есть Кто у нас спикеры Виктор Прошу прощения Владимир Кламаз Это крайне Сакральный терапевт Саша Чуман Которые предприниматели Которые Кроме того Умеют вести Мастер-классы Психологические По налаживанию Общения И таким Интересным вещам Ольга Товченко Психолог Практик Ольга Кравченко Психолог Практик Автор очень интересного Метода Алистотика О решении Материальных проблем Духовного Методомера Вот Да У нее такая Система Интересная Есть Очень интересные К нам мастера Из Запорожья Приезжают Маргарита Матвиенко Александра Дудкова Очень интересная пара У них очень интересные техники Ольга Дудченко Это известнейший На нашем городе Психотерапевт Который много Много лет Работает Миногроника Алла Мутерика Миногроника Миногроник Миногроник Который тоже известен По нашим форумам Она много выступает И в общем-то Я могу сказать Что популярно Уже среди нашего Активного Населения Как адномеролога Как очень хороший Специалист В своей сфере То есть Ведические астрологи Про меня уже сказали Есть представители Нашего Харьковского Центра Ведической астрологии Камала Вана Андрей Ищенко Дает интереснейший Мастер-класс Об управлении Своим Богатством Внутренним И внешним И внешним тоже Мила Шевцова Мила Шевцова Позитива Мила Шевцова Да Психолог Позитолог Не страшно Кого не назвали Пусть не обижаются Алена Невадничева Алена Невадничева Тоже известный Психолог Практик Сэнс Синтон Много лет работает У нас в городе То есть Это известные Харьковчане Известные мастера Известные специалисты В очень разных сферах И мы так подбираем Чтобы сферы были разными Чтобы у людей был выбор Чтобы они не пересекались Спасибо огромное Думаю, что Точно один кто-то Точно там Где послушать С удовольствием Будем очень рады Ждем Ждем волонтеров Ждем Участников Жен и матерей Участников АТО Ждем Переселенцев Кто посчитает Нужным и возможным Найти для себя Время Прийти на нашу мероприятие Милосты просим Спасибо Спасибо вам